Девушки отдыхают Ладно, я домой Я тоже, пожалуй, пойду И мне, Пава Постойте! Мы же договорились в палатке сегодня заночевать Да как-то тут, понимаешь, холодно стало, а вообще... Пол здесь неровный А я вообще не собиралась в этой палатке спать, глупости это Ха-ха, да вы просто перетрусили, привидения испугались Ты и сам в дом прибежишь, когда ночь наступит Гвоздь мне в кеды, если прибегу Спорим? Оспорим И ни чуточку не страшно, даже весело Почудится же такое Дружок! Дружок! Да ты и сам в дом прибежишь, когда ночь наступит Гвоздь мне в кеды, если прибегу А-а-а! А-а-а! Дружок! А-а-а! А-а-а! Дружок! Дружок! А-а-а! 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 Дружка, значит, решили напугать Хе! У-у-у-у! Дружок! Хорошо боится тот, кто боится последнего. Похоже, у нашего дружка железные нервы. Надо придумать что-то пострашнее. С дымом и... Роза, хватит уже громыхать, это не работает. Это не я. Мамочки! Мамочки! Вау! Лиза, не бросай нас! А где дружок? Ну что, заночуем? Стойте! Стойте! Это же я, дружок! ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛШЕБНИКОВ КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! КРАМБА, ПУСТИТЕ МЕНЯ! Ну, пожалуйста! Дружок, ты опять будешь нам мешать? Да, буду! Пока вы не примите меня в свое тайное общество волшебников! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Дружок, мы не можем тебя пустить! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! Хватит дуться! Мы же стулас тебе говорили! Членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл! Ну, так покажите мне этот кристалл! Подумай логически! Если мы его тебе покажем, то ты узнаешь нашу тайну! И тогда наше общество перестанет быть тайным! Тайникус собраниус через пятус минутус! Дружок, а чего она сказала? Я этот тайный язык еще не выучил! Тайное собрание через пять минут! А, спасибо! Я все равно узнаю вашу тайну! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! О! КРАМБА, КАРАМБА, ЛЯМБДА! Крампа! 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 Дружок, с тобой всё в порядке? Я так одинок! Своим тайным обществом вы поставили между нами непреодолимую стену! И мне уже кажется, что мы совсем не братья! Да ладно тебе! Это же игра! Слушай, есть у меня одна идея! Крампа! 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 Генка, закрывай хорошенько дверь, чтобы дружок не вошел! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Что? Гвоздь мне в кеды! Это и есть ваш магический кристалл? Да это ж булыжник, который мы с малышом притащили со двора, чтобы дверь подпирать! Это, дружок, нас раскрыли! Генка-поедатель! Мы должны наказать Генку за то, что он предал наше тайное общество волшебников! За то он своего брата не предал! Да какая разница, если тайного общества волшебников больше не существует! Почему не существует? Потому что все теперь знают про нашу тайну! Раньше хоть дружок не знал, а теперь и кто? Тимоха! Точно! Крамба, карамба, лямбда! Крамба, карамба, лямбда! Ребята! Чего это вы делаете? Извини, Тимох, но членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл! И не пытайся ничего узнать! Ты и так слишком много видел! Все равно я узнаю вашу тайну! Проклятие Гены Что это у нас тут? Гена, такие фигурки несчастье приносят! По телеку рассказывали! Тебе, дружок, поменьше телевизор смотреть надо! Ай! Ай! А дружок-то плав! Я и говорю! Выкинь ты эту фигурку, Ген! На всякий пожарный! Не болтайте ерунды! Это все глупые сувеверия! Ну! Вот так! Очень симпатичный сувенир! Поняли? Гена, ты это, лучше отойди в сторонку, а яблоко я тебе достану! Чего это ты такой добрый? А-а-а! Ай! Ай! Ну ты удружил! Стой! Ну что еще? Чуть не наступил! А-а-а-а! А-а-а-а! Бываетесь? Ну а вдруг ты... А-а-а-а! С плакатьем не шутят! Не отдам! Дай сюда! Для твоей же безопасности! А-а-а! Хватит! Больше ко мне не приближайтесь! Ты думаешь о том же, о чем и я? Газонокосилка! Электроприбол! Предмет повышенной опасности! Ну и ладно! В доме еще один удлинитель есть! Ой! Нигдобу это! Нельзя играть со злыми силами судьбы! Угу! А-а-а! А-а-а! Гена! Пульс слабый, но жить будет! Фигурку надо снять! А-а-а! Что здесь происходит? Гена, ты как хочешь, но от этой жути просто необходимо избавиться! Посмотри, что сделала с тобой проклятие! Проклятие! Проклятие? Это не проклятие! Это вы! Кто стащил удлинитель? А кто воду у меня отнять хотел? А я был никто тряс! Мы все равно не отстанем! Да! Ты наш брат! А-а-а! А теперь отстанете! А-а-а! А-а-а! Надеюсь, об этом никогда не узнают ребята из научного кружка! Тумба-юмба, раз-два-три! Стоп! Проклятие сгори! Тумба-юмба, раз-два-три! Стоп! Проклятие сгори! Пляшем! Тумба-юмба, раз-два-три! Стоп! Проклятие сгори! Тумба-юмба, раз-два-три! Стоп! Проклятие сгори! Ребята, а вы случайно не видели моего чудика? Потерял вот такого! М-м-малыш, откуда это у тебя? Нравится? Сам сделал! Поделка из природного материала! Осенью в детский садик отнесу! Поделка? В садик! Ха-ха-ха-ха-ха! Из природного материала! Сам сделал! Сам! Ха-ха-ха-ха! Чёрная суббота О, гороскопчик! Так, четверг, пятница, вот, суббота! Берегитесь! Ага, вас подстерегают опасности! Вас ждёт чёрная суббота! Не дождётся! А! Хм! Баберегись! А-а-а! А-а-а! С ума сошёл! Тут вообще так ходят! А я по правилам ехал! Это ты из комнаты выскочила! Нет такого правила по коридорам гонять! Не пыхтись, острёнка! Просто у кого-то неудачный день! Неудачный день будет у того, у кого мама скейт забьёт! Ничто так не поднимает настроение, как пара блинчиков с утра! Лиза! А-а-а! Фу! Напугал! Чего тебе? Дом я умею рисовать, трубу тоже, а дым нет! Нарисуй мне дым! Я занята! Ну, пожалуйста! Ну, нарисуй! А мама сказала, что у тебя тонкое... Это... Что? Что у меня тонкое? Чувство света! Вот! Ладно, давай свои каракули! Под Лиза! Только чтоб как настоящий, чтоб забравдашний! Ой, как похоже получается! Даже с запахом! О! Блинчик! Это всё она! Чёрная суббота! Глупое суеверие! Никаких чёрных дней не бывает! Это антинаучно! Агроскоп? А чашка? А платье? Это научно? Нелепая случайность! Подойди-ка сюда! Берём намылитель! Так! Добавляем оттиратель! И штопатель! Капнишь при стирке, будет как новая! Вот это научно! Гена! Гена! Ты это специально, да? Я ему по чёрную субботу, а он похихикать решил! Подшутить над глупой сестрёнкой, да? А-а-а! А-а-а! Ну же, чёрная суббота! Заканчивайся скорее! Нет, нельзя! Лизы, нет дома! Стой! Замли! Не подходи! Стрелять буду! Стоп! Не бойся! Я хочу тебе подарить наш рисунок! Повесь там, у двери! Нет, тут плохо! Вот где надо! Нееет! Ну ты даёшь! Чёрная суббота! Всё против вас! Да это же вообще журнал за прошлый месяц! А я откуда знала? Я-то думала, прогноз свежий! Вот тебе свежий на этот месяц! Знаешь, какой у тебя вчера был прогноз? Суббота будет отличной! Вас ждёт много подарков и приятных сюрпризов! Подарков и приятных сюрпризов? Ну, знаете ли, хватит с меня этих гороскопов! Шалатаны! Забери это и больше никогда мне не давай! Я буду жить настоящим! Поберегись! Дай сюда! Какой там прогноз на сегодня? Ужасный друг для малыша Какой он всё-таки красавчик! Даже в роли вампира! Да! И как жаль, что между его персонажем и этой девочкой Стоит такая плегата! Эти его вредные вампирские привычки! А я вот дружу с вампиром, и мне ничего не мешает! Как это, дружишь с вампиром? Ха! Выдумки! Нашёл чему верить! И ничего не выдумки! Помните, мы смотрели страшный фильм про графа Дракулу? Малыш, сок проливаешь! И я подумал Дракула такой злой, потому что его никто не любит И мне стало его жалко Тогда я стал писать Дракуле письма Дяденьке Дракуле И он мне ответил Иногда Граф просто прилетает И рассказывает про свою жизнь А иногда Когда я прошу Всякие другие страшные истории А-а-а! Пойдёмте в мою комнату Я вам докажу Хм! Похоже на древние рукописи Привет! Сегодня опять приду к тебе в гости Поболтаем Граф Дракула Малыш! Где ты всё это взял? Бумага по своему составу Действительно похожа на ту Что использовали в средние века Шрифт готический Состав чернил определению не поддаётся А главное я установил веб-камеру В комнате малыша И вот что она записала Кошачий хвост! Не отдадим малыша в лапы Дракуле! Ни за что не отдадим! Может скажем маме с папой Сами справимся Там кто-то есть Хе-хе-хе-хе-хе-хе Малыш! В сторону! Генка! Прикрой меня! Генка! Не струйте! Не стреляйте! Ну вот! Всё испортили! Что это? Кофь? Клюквенный сок Я только-только Начал его отвечать От вредных привычек Порезался Так-так-так Где-то я эту верёвку уже видел Ну что, бессмертный Дракула Готовься к финальному матчу Ха-ха-ха-ха! Колись, дружище Тимоха Давно вампиришь Из-за вас он, кажется, улетел навсегда Ничего Подружишься с кем-нибудь посимпатичнее Ну я же этажом ниже живу И записки малыша падали мне на подоконник Мне всегда так хотелось иметь младшего брата Сказки ему рассказывать Вот я и подумал А летучая мышь? Грани из зоокружка Она ручная Я её фруктами прикармливаю Ну, а свитки? Интернет-то на что Как состарить бумагу Готический шрифт Древний рецепт чернил Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Так Хюк там Малыш, иди кушать О! Это же самолётик Малыша! Дорогая мумия Я давно хотел с тобой дружить Держи, это тебе Ха-ха-ха, мумия Привет Это ты, Мумия, письмо писал? Да! Атака клонов Эй, кто дома есть? Не понимаю, почему девочка так боится? Это же ее братик Потому это уже не настоящий брат Его давно похитили Инопланетяне оставили вместо него клона Ух ты, пух ты А в нашей семье тоже могут быть клоны Не глупи, это все сказки Клонов не бывает Да неужели? А может мы уже в вашем доме? И совсем рядом с вами? Прекрати, дружок Глупая шутка Забудь про дружка Его уже не вернешь Хватит, а то все маме расскажу Попробуй Все равно вам никто не поверит Глупым детям никогда никто не верит А тем временем Мы по очереди подменим Тебя Потом тебя Потом всю вашу семью Что это значит? Ану, развяжите Сейц, гуманоид Сначала Ты должен Вернуть нашего двушка так где вы его пьячете совсем с ума сошли про клона это шутка была так мы тебе и поверили эй кто нибудь тут малышня заиграла ты главное не дергайся все равно дома больше никого нет да не клон я проверьте меня я настоящий а помнишь в телевизоре говорили что клоны боятся громкого шума это мысль включай не беловато нужно громкости добавить не выдержал значит клон такого никто не выдержит ах так ну тогда давай продолжим плавелку теперь что в кино показывали что клоны сладкое не любят вот глупые пришельцы такая проверка мне нравится тогда молчи и лопай гуманалит рад а не отлично а Ага! Вот ты себя и выдал, инопланетянин! А ну-ка, бои, где дружок? Я дружок! Что он мямлит? По-моему, он просит ещё одну проверку. Ну, вас так. Можно повезти последнюю. Самая опасная для нежной кожи пришельца – обычная вода. Хватит! Это уже не смешно! Я же утону! Хорошо! Да, я? Я пришелик! Гуманоид! Марсианин! Ты не просто пришелец! Я император межгалактических захватчиков! Мозговыми волнами я подал сигнал моим кораблям! Сейчас прибудет целая армия клонов! Генка! Как же я тебя рад! Развяжи скорее, а! Совсем совесть потерял. В школу не пошёл. Малышей обижаешь. Что за... Как? Что здесь вообще творится? Расслабься, гуманоид. Тебе понравится. Собаки иных цивилизаций. Интересно, интересно. Призраки среди нас. Ну да, ну да. Ой, умора! Глупости какие! Генка, наконец-то ты стоящую книгу взял почитать! Я не брал. Стану я всякую ерунду читать. Почему моя книга ерунда? Может, это твоя ерунда? Потому что привидения абсолютно ненаучный феномен. А в моей книге одни научные факты. Ой! Ха-ха-ха! Инопланетяне кто они? Да их никто никогда не видел! И привидений твоих тоже никто не видел. Да я тебе докажу, что привидения есть! И я тебе докажу, что инопланетяне есть! В доме привидений нет. Надо искать в лесу. А лес-то большой. Как я их найду? Ой! А может, я сам призраком притворюсь? Так ночью в лес и пойду. Привидения ко мне слетятся, а я их на фотоаппарат. Щелк! И генки-снимки. Бац! Отсекаем радиоволны. Экранируем помехи. Включаем. Ой! Ой! Нет, невозможно ловить сигналы из космоса днём. Придётся ночью в лесу, подальше от жилья. Зато потом дам дружку послушать. Посмотрим, что он запоёт. О-о-о! Это что, сигнал? Что за свет? Это они, братья по разуму. Прилетели, родненькие. Сейчас будем контактировать. Призрак! Только не спугнуть! Это было где-то здесь. Инопланетянин настоящий! Привидение! Не может быть! Это надо зафиксировать. Где он? Его надо заснять. А-а-а! Всё, хватит с меня на сегодня исследований. Пора домой. Это же призрак. Лечит к нам домой? Это же инопланетянин. Идёт к нашему дому. Что ему там надо? Это же... Это же инопланетное вторжение! Их надо строить! Встречу врага здесь. Буду стоять насмерть. А-а-а! Призрак! Инопланетянин! Не пройдёшь! Призрак! Получай! Дружок! Здесь инопланетянин! Не я! Гена, это твой шлем? А это твоя простыня? Моя! Я хотел других призраков подманить и сфоткать! А я-то! Ловить космические сигналы вышел! И ведь призрака зафиксировал! Для тебя! А я для тебя инопланетянина! Ха-ха-ха! Да, дружок! Ловко мы друг друга разыграли! Хоть и нечаянно! Ну, мы ж с тобой братья! Настоящие братья по разуму! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОМОВОЙ В какое всё-таки замечательное время мы живём! Час начнётся! Каких высот достигла наука! Мы разогреваем еду при помощи микроволн! А все эти компьютеры, органайзеры, коллайдеры! Это же прям чудо какое-то! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малыш, ты зачем молоко на пол ставишь? Это угощение для домового! Для кого? А я говорила дружку, чтобы не рассказывал малышу всякие страшилки! С таким угощением у нас не домовые, а тараканы заведутся! Наука существование домовых отрицает! Они бывают только в сказках! Значит, наш домовой сбежал к нам из сказки! Дети, признайтесь честно, кто это сделал? Не я! Не я! Да не я! Может, это домовой? Ага! Кроме домового у нас, конечно, безобразничать некому! А что? Вот мы вчера в него не поверили, он и того! Напроказничал! Сколько можно повторять? Домовых не существует! Если так дальше пойдёт, к нам скоро инопланетяне в гости прилетать будут! А вот этого не надо! У нас и без того проблем хватает! Лучше помогите мне сделать уборку! Где же она? Лизка! Опять ты взяла мою сумочку! У тебя брать себе дороже! Может, домовой? Ну, конечно! Теперь есть на кого всё свалить! А-а-а! А-а-а! Кажется, малыш с дружком плавый! Пойду-ка близну молочка нашему домовому! Подожди! Я с тобой! Ещё пироженок ему подкину! А-а-а! Вот инфузории в туфельках! Вы что, все сговорились? Вот, пожалуйста, что я говорил! Пережиток старого мира! Подчеркнем вам! Ненаучное поверье! Именно! Я им докажу, что домовых нет! Ген, ты мой мяч не видел? А ты угости домового! Может, он найдёт? Ха-ха-ха! Точно! Кто-нибудь хочет добавки? Отлично! Тогда остальное домовому! Я буду добавку! Генка, не жадничай! Поделись домовым! Я вот его угостил, так он мне не просто мяч вернул, а уже накачанный! А мне замочек на сумочке починил! Представляете? А жадных он точно не любит! Ещё обидится на тебя! Всё! Хватит! Я вам всем докажу, что никаких домовых не бывает! Пора изучить это неизвестное явление! Сейчас посмотрим, что это за домовой! Фух! Приснится же такое! Ага, попался! Ага! Да, без домового дом как будто опустел! Зато наука торжествует! Ну и веселись теперь со своей наукой! А мне с домовым было прикольнее! Ага! Хоть он и оказался малышом! Простите меня! Я думаю, что если все поверят, то домовой на самом деле появится! А теперь он точно не придёт! Ммм! Это точно не я! Честно-пречестно! Иногда в мире происходят странные вещи, которые даже наука не в силах объяснить! Кто знает, может, домовые вправду встречаются! Лохнесское чудовище Итого, диаметр моего тетрадона-линиатиуса составляет 30 сантиметров 7 миллиметров! Видимо, при разведении вне естественной среды обитания, рыбе-шару требуется больше корма! Лиза, а кто в реке живёт? Рыбы! Это не то! А кто-нибудь побольше! Ну, бабы! Ты, ты что, на речку ходил? Нет, я тут рядом играл! Лиза, а это кто? Это какое-то лохнесское чудовище! Каких я хороших червяков накопал! Пойду сейчас на рыбалку, поймаю самую большую рыбу! Нет, деда, на речку нельзя! Ведь там... А что там? Ты что, на берег ходил? Один? Нет, нет, я тут играл! Схожу-ка я ещё за сетью! Надо спасти дедушку от чудовища! Хм! А где червяки и удочки? Какие червяки, дедушка? Не было ничего, ты забыл, наверное! Да, что-то я всё забывать стал! Пойду за приманкой схожу! Всё собрал! Можно и порыбачить! Дедушка! Нашу сеть мой съела! Смотри, какая жирная! Эх, сорвалась рыбалка! И сеть придётся чинить! Вдруг кто-нибудь ещё пойдёт на речку! Если чудовище пугает нас, то я тоже могу напугать чудовище! Сделаю чудище! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малыш, признавайся, это ты сеть порезал! А, что это? Это, это, это чудище! Которое напугает лохнесское чудовище! Значит, ты всё-таки ходил на реку? Ходил! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что ещё такое? Ну-ка, давай наше чудище! Сейчас мы его напугаем! А-а-а-а! А-а-а-а! Давай, сеть! Сейчас мы его поймаем! А-а-а! Чудище! Попалось! Спасите! Помогите! Кажется, это Гена! Точно! Гена! А где же лохнесское чудовище? Лохнесское чудовище обитает в озере Лохнесс! А вы чуть не испортили мой эксперимент по разведению экзотических рыб! Так это мы твой эксперимент за лохнесского монстра приняли! Ха-ха-ха! 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 Оза, вон там за камышами наверняка ещё есть цветочки! А-а-а-а! Чудовище! Помогите! Помогите! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Генка! Твоя очередь рассказывать страшилку! Э-э... Ну, если в качестве примера рассмотреть чувство страха перед неизведанным... Нет! Ты что, лекцию нам читаешь? От твоей науки одна скука! Страшную историю давай! Ну, хорошо! Знаете ли вы, что существуют растения-хищники? Не мы едим их, они едят нас! У них листья с шипами! И этими листьями они хватают жертву, а потом переваривают её! Г-гена, а у нас такие растения ластут? Конечно! Такой вот научный ужас! Пойдёмте лучше спать! Завтра с утра на огород! Дедушка попросил собрать землянику! Кто со мной? Дружочек, сходи с нами за земляникой! А то вдруг там эти... Ещё чего! Родного брата не жалко! Я не пойду! А там уже и черника созрела! Черника, земляника! Я вот на велике гонять не могу! Поедешь, а тебя растения-хищники хватит! И съели вместе с велосипедом! Они и велосипеды едят? Иди у Гена спроси! Он у нас всё знает! А растения-хищники-велосипеды едят? Кто тебе это сказал? Дружок, Роза и Лиза! Хе-хе! Зря я всех так сильно напугал! Ладно! Принесу вам хищника! Хе-хе-хе-хе-хе! Да лучше б Генка ничего не рассказывал! Гена сказал, что он сейчас этого хищника из леса принесёт! А если Генку съедят? Его нужно спасти! Куда же он пошёл? Стоять! Дружок, Лизка и я идём в лес за Геной! Малыш, ты караулишь дом! Нет, не караулишь! Защищаешь! Проверим этот куст! Ах, всё чисто! Двигаем дальше! Лиза, не отставай! Ах! 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 Помогите! Меня схватил ластеньий хищник! А-а-а-а! А-а-а-а! Ты мне за всё ответишь! Ах! 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 Лизка! Что ты орёшь из-за ерунды? Я не виновата! Этот куст меня напугал! Ты ещё в обморок упади! А-а-а! Лиза? Что это? Ах! 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 А вы что тут делаете? Фу! Живой! Живой, конечно! Я тут ещё... А-а-а! Что это у тебя? Генку схватил хищный куст! А-а-а! 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 Вы не поняли! А-а-а! Подождите! А-а-а! 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 Стойте! А-а-а! Я нашёл хищника! А-а-а! 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 Мог бы Геночка предупредить, что твой научный ужас такой маленький! Росянка только комаров ест! Но в южных тропиках растения и хищники бывают огромными! Хорошо, они ходить не умеют! Ха-ха-ха! А куда подевался мой велик? Он же вот здесь стоял! Съел, что ли, кто-то? А-а-а! Ну что, победили хищника? А-а-а! А я на всякий случай все наши игрушки и велосипеды всё-всё замаскировал! Малыш! Вот твой велосипед, дружок! Ой, а это мячик! А где всё остальное? Я теперь и не знаю! КОСМИЧЕСКИЙ ШЛЕМ Шлем виртуальной реальности служит для усиления чувства реальности. в компьютерных играх! Внимание! Не рекомендуется играть в шлеме слишком долго! Шлем может перегреться и зависнуть! Эй! Ты уже два уровня прошёл! Он сейчас перегреется! А я ещё не играл! Моя очередь! Я же ещё не попробовал красный лазер! Эх! 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 Вот! Гена! Он что, в космонавты готовится? Куда? Опа! Туда только за хорошие оценки берут! Завтра улетают! Пока! Братик! Правда что ли? Конечно, правда! Перебежчик! Я его уговаривал, уговаривал в наши космонавты пойти! Стартовал бы, как все, с Бальконура! Домой бы на обед прилетал! А он ни в какую! По льду, говорит, служить в космический отряд зелёных человечков! Гена, ты что, улетишь на другую планету? Тсс! Его сейчас нельзя беспокоить! Сложнейшая подготовка! Космический отряд зелёных человечков! Кто же там сварит ему кашу? Эх! Мне было так приятно подписывать его дневник! Кто ему скажет с погойной ночи? А если он простудится? Эх! На одного парня в семье меньше! Не улетай! Стойте! Подождите! Девочка, нам очень нужен космонавт в отряд зелёных человечков! Если так, забегайте меня! А что случилось? Стой! Куда шлем потащила? Эй! Не дам Генке улететь к зелёным человечкам! Лизочка, пожалуйста! Ну не надо! Хочешь, я за тебя посуду помою? А? Брат улетает! А тебе хоть бы хны? Куда улетает? Какой брат? Лиза! Этот шлем очень дорогой! Дорогой? А Гена тебе не долог? Ах! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ну как ты могла мне поверить?! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Отряд зелёных человечков! Ха-ха-ха-ха-ха! Гвоздья и следы! Прощай, братишка! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Мы больше никогда не увидимся! Но я навсегда запомню тебя в этом шлеме! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Прощай, семья, пора лететь! Меня ждут зелёные человечки! Ни за что! Малыш, стой! Гена, я не хочу, чтобы ты улетал! Малыш, я никуда не лечу! Но, похоже, летит папа! Дубль Цыпа Я пчёлка! Укушу! Ну, плыви, Цыпа! Гена, почему он не двигает лапками? Потому что он игрушечный! А ты можешь его оживить? Опа! Не-а! Лизка, стой! Пусть все бегают, плавают, а цыплёнку не надо! Генка, ты же умный! Оживи Цыпу! Чего тебе стоит? Вообще-то была одна формула! Готово! Давай, цыплёнка! Не получилось! Пусть все не так! Пусть все не так! Пусть все не так! смотри что я на чердаке откопал это еще дедушкин слушай я тут подумал а может эту цепку просто смазать игрушку а смазывают же всякие механизмы и они ездят летают я вот машинное масло на чердаке нашел сразу про тебя подумал какой же ты наивный дружок почему сразу наивный ура получилось камера вроде работает цепа на месте давай подключайся ясь налажено идет трансляция где бумажка мы ведем интернет-трансляцию во все научные лаборатории мира сегодня мой брат ено барбоскин завершил великое открытие оживил плюшевую игрушку и всем видно реакция проходила нестабильно но была постоянной любопытно хэллоу профессор пресли карвард а вы можете оживить матрешку а статую свободы можете конечно но все это требует тестирования желтенький с черным пятнышком да вот же он у соседа сбежал молодцы что поймали мы и мальчики его уже поймали сейчас вам принесем у какого такого соседа это наш цепа вы про игрушку про цепу вот я ее полночь отстирывала смотрите какая теперь красивая что значит эксперимент неудачный а как же статую свободы ты вправду обещал им оживить статую свободы и матрешку а дружок хотел смазать цепу чтобы она начала ходить смазать цепу а что если смазать нашу дачу будет избушка на курьих ножках смазать не дам а то опять отстирывать кто купаться я микромир эх да куда же он делся то дружок там чудище с хоботом дымит чудище а ну идем посмотрим генка ты что это на себя нацепил это костюм химической защиты вы мне чуть важный опыт не сорвали что за опыт я изобретаю универсальный уменьшитель если этим веществом обработать любой предмет то он должен уменьшиться в сто раз мне бы твои проблемы я вот значок утром где-то во дворе потерял призовой гена а можно твоей штукой рассольника поменьше сделать мое изобретение не для баловства к тому же хочу добавить в жидкость экстракт трифолиум медиум экстракт чего клевера ген а что ты хочешь уменьшить ничто а кого себя давно хотел изучить микромир с точки зрения его обитателей дружок уменьшился он же теперь совсем маленький меньше муравья дружок малыш следи чтобы дружка не затоптать я сейчас дружочек никуда не ходи а то заблудишься мы тебя спасем дружок 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 Жаль, меня не выдержит Давай я Ну что там, видишь дружка? Что-то вижу Нет, это не дружок Так дело не пойдет Уменьшусь сам и найду дружка Гена, мы, наверное, дружка раздавили Эй, что это у вас тут творится? Дружок! Ты разве не уменьшился? Я и не думал Я же говорил, ерунда Кеды не уменьшились Зато запачкались Пришлось чистящее средство искать А вы что, решили, что я лилипутом стал? Ха-ха-ха, вот умора Мы за тебя беспокоились Мог бы и спасибо сказать Дружок, я пока тебя искал Твой значок нашел в траве Правда? Где же он? Он уменьшился Наверное, Генкина жидкость Только на значки действует Эх Да шучу я Вот же он Ти-я, ти-я, мы стопордуся Ти-я, ти-я, мы стопордуся Субтитры подогнал «Симон»